мужики всем привет в общем пытаюсь поставить коробку на свое как говорится законное место прикрутил уже варил звездочки получилось вот таким вот образом здесь проварил с этой стороны зачистил соответственно с этой стороны тоже проварена там была снята фаска видели в прошлом видосе да была снята фаска варил в общем теперь никаких проблем нет с установкой до . зажалось отлично все маленькая звездочка на чуть чуть выше чем вот эта часть коробки прекрасно становится цепь не торчит вверх ничего не мешает так это все дело выглядит все везде проходит всего везде хватает можно даже попробовать поставить звезду на 12 зубов чем закажу звезду на 12 зубов возможно подойдет на 12 маловато вот на 12 не знаю на 13 точно подходит короче ладно речь не об этом короткий такой сегодня будет видосик по некоторым нюансам установки коробки в общем заливная пробка заливная пробка сейчас покажу поставлю на паузу чуть поверну вот если поставить звезды до друг напротив друга в таком варианте то сливная точнее пробка попадает на центр чулка у моста будем то гореть что проблематично будет до заменить масло вот в карабасе это ее придется снимать сливать либо там какими-то другими способами это не очень как-то как говорится удобно поэтому эту пробку нужно перенести вот сюда сейчас покажу так значит убрал я карабас сюда чтобы наглядно показать вот у меня есть разобранный карабас он по крайней мере крышка снята что я сделал я взял и с обратной стороны высверлил эту пробку вот таким вот образом то есть коронка по металлу на 30 в обычную дрель прекрасно с этой задачей справилась пробочку я высверлил вот теперь ее нужно перенести на эту сторону здесь вырезал кусочек металла 2 миллиметра в принципе такой же толщины как крышка вот так это дело здесь поставлю прихвачу на три точки чтобы она держалась а с этой стороны просто в круг обварю и все соответственно так чтобы пробка не попала на шестерню посмотрим посмотрим где она где ее нужно засверлить то есть примерно примерно где-то вот в этом районе крышку перевернуть не получится так как она даже по креплением несмотря на то что здесь есть выступ для шестерни да но даже по креплением не подходит хотя можно было здесь вы случае да и так далее там подобное но по креплением и он невозможно перевернуть этому только то только так теперь возьму китайское сверло высверлю нужного диаметра отверстие поставлю пробочку впрочем сейчас покажу поставлю пробочку я варю ее с этой стороны все тем самым перенесем слив более удобное доступное место где ничему ничего мешать не будет менять масло вот как то так мы сейчас просверлюсь покажу а это заварю и так просверлил отверстие диаметром не знаю ну я чисто промерял а какого диаметра какого получилось такое получит получилось она вот довольно таки плотно не вываливается одеваем проверяем мимо шестерни мимо шестерни проходит не знаю как показать я в принципе все там темно но мне видно шестерню не задевает остается в стороне то есть было там будет здесь все сейчас я это дело обвариваю здесь завариваю вот это отверстие и будем мерить уже на тракторке что у нас получилось так мужики ну варил заварил здесь отверстие и варил пробочку вот сюда все это зашлифовал аккуратненько красиво вот и проварил еще внутри по кругу вот эту латочку будем так говорить она вообще ничему не мешает теперь у нас все это дело проходит и будет выглядеть вот таким образом то есть было так стало так сейчас я ее наживлю на несколько гаечек и померяем на мост вот что и требовалось как говорится исправить прекрасно проходит мимо чулка сливная очень удобный будет доступ тем кому понравилось обязательно ставим лайкосик мужики не чуду страшного ужасного нет просто переносим и пользуемся все всем пока всем удачи с вами был санек еще увидимся